В этот день на поле областного спортивного комплекса Брески был не просто традиционный футбольный турнир, а событие особенное. За право считаться лучшими боролись шесть детских команд города. Азарта и энергии 60 юным звездочкам зеленого поля не занимать. Всем игрокам не более девяти, поэтому матч не только способ выявить сильнейшего, но и возможность поучиться, набраться нового опыта. В формате одного дня шесть команд разделили на две подгруппы. Вот победители подгрупп выходят в финальную пульку, так называемую. И решили, ну как бы идея такая, проверить наших детей, посоревноваться. Детям интересно устроить такой праздник. Они совсем малыши, но сражаются в жарких футбольных баталиях, как взрослые. Пока на майках имена знаменитых футболистов, но возможно через несколько лет их фамилии станут не менее известными. И, быть может, спустя десяток лет их имена возглавят белорусский рейтинг лучших футболистов. Что самое главное в футболе? Самое главное в футболе победа и участие. Да, участие. Я хочу быть очень сильным умраком и очень хорошо играть. Я хочу прославиться. Я хочу быть знаменитым футболистом. В каких условиях играют в футбол, известно всем. Не совсем приятный сюрприз молодым футболистам, организаторам и зрителям, а их, к слову, собралось не меньше, чем самих игроков, подготовила погода. Однако ни дождь, ни пронизывающий ветер и вязкое поле не стали помехой для создания настоящей спортивной атмосферы. Дождь, холодно, ветер, поэтому ребята готовились к этому специально. Они знают, что у них ждет в будущем, что это, как я говорю, это футбольная погода английская. Поэтому они вполне к этому готовы все. Сегодня, так скажем, все, наверное, самые сильные команды, которые есть по этому возрасту, по городу. Пока что мы идем неплохо, но нужно одну игру выиграть, чтобы занять первое место. Все команды самые сильные, которые есть, поэтому интересно. Вроде всем нравится, пока детям тоже нравится. Борьба, эмоции голые, все как надо. Действительно, в футбольном деле важна игровая форма, азарт и стремление побеждать. Этого у начинающих мастеров кожаного мяча не отнять, а значит, кадровый резерв для большого футбола формируется эффективно и перспективно.